Это та умер и будет лежать до 4 утра в такой ряду. Это, во-первых, так это... А потом нас было 180 человек в реанимации. Это вот в этой клинике, да? Да, 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 как спортзал такие огромные. Комнаты. Нас лежало по 180 человек. И на 180 человек было 6 санитарных. И нам памперсы меняли раз в день. Вот когда трупы собирали, нам памперсы меняли. Ты представляешь, да, как люди орали, когда их отдирали? Кошмар, кошмар. Меня когда домой привезли, я же не только слепа, не легких было, у меня еще было кровоизлияние в мозг, инсульт. Я вообще не могла за собой не ухаживать, ничего. У меня когда домой привезли, у меня сестра увидела, что у меня там. И упала в обмор. Кошмар. Там просто живое мясо было. И ты выжила. Там кожи вообще не было. Я выжила, как ни странно. Это в каком году было? Это вот два года назад, когда первая волна пошла. Первая волна ковида, да? Да. Кошмар. Ужас. Да. Так что то, что я пережила, для меня это было за стенки гестапо. Расскажи, пожалуйста, а как врачи потом это все объясняли, такую вот всю, эту ситуацию? С каким диагнозом вас выписали? Что говорил психиатр при этом? Я врача никогда в жизни не видела. Ну, в реанимации, в которой меня бил, я один раз его видела. Он снял маску. Никогда в жизни его рожу не забуду. А мы же не могли разговаривать. Наши рот был заткнут этой трубкой. Мы только кричать могли или стонать. Вот. И я уверена была, что я умру там в реанимации. Я была полностью в этом уверена. Просто я считала уже дни. Я хотела умереть, я просто считала дни уже. Вот. Просто меня забивали, забивали, забивали. Я уже ничего не чувствовала. Мне, по-моему, уже все равно вообще все было. Я же и двигаться не могла. Но так получилось, что, короче, в этой реанимации у них сломался воздуховод. В общем, там стало становиться ужасно холодно. Прямо дико. Вот. И они нас быстро типа эвакуировали. Они нас стали развозить по разным палатам. Вот. Ну, по другим реанимациям. И я попала в реанимацию для богатых. Вот. Там всего шесть человек лежало. И меня туда привезли. И вот этот вот врач, которому я попала, он меня обратно не отдал. Вот этот придурок, представляешь, он, блин, всех помнил, он сам за мной пришел. Они прямо при мне стояли, ругались. Он говорит, я ее на ноги подниму. Он говорит, кого ты собрался поднимать? Это труп, посмотри. А я, когда, то есть, ну, я при выписке, я не знаю, сколько я тогда весила. Наверное, столько же уже. Я при выписке весила 32 килограмма. Кошмар. Вот. И он говорит, кого ты собираешься поднимать? Она, это уже труп. Короче, все, я ее себе забираю. Он такой, я сказала, что нет. Вот. Я вообще просто вытолкнул его, закрыл дверь. И вот он стал со мной сам заниматься, этот врач. Мне стали, там мне совсем ничего не делали, вообще ничего не делал. В той реанимации. Я только под ЭВЛ лежала, и все. А здесь мне стали, они, ну, просто, они мне брали кровь из вены, и опять, и обратно ее, ну, вкачивали. Не знаю, не знаю, зачем это, но они так делали постоянно. Вот. Потом какие-то, какие-то куча уколов, потом какую-то штуку приносили, ну, на спину ставили, она, знаешь, так стучала. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот. Потом приходил еще один врач, она занималась, она мне руки разрабатывала, чтобы я умела сжимать ими, разжимать, ну, мы договорились, что, допустим, если это да, то я один раз закрываю глаза, а если это нет, то я два раза закрываю глаза. Ага, понятно. Говорить меня учила, ну, там, нитку мне привязали, чтобы я, веревку привязали, чтобы я, ну, руками могла цепляться за нее. Как бы мое задание было. Угу. Вот. И уже через полтора месяца меня выписали в палату. перевели. Угу. Ты выжила. Ну, если бы я не попала в эту, но реальность, я бы не выжила. Угу. Кошмар. Ужас. Ну, знаешь, 32 килограмма. Да, да, да. Там, так, это было, я же себя там в зеркало не видела, но нас же все отняли, отобрали, нам же не разрешали там ни телефона, ни планшеты там, тем более там никаких зеркал там, ну, нам вообще ничего не давали. Вот. Мне, когда первый раз я в зеркало увидела, я, честно, я, я не поверила, что это я. Это не карательная психиатрия, это карательная медицина какая-то. Да, да. И это в Москве. В лучших, это считается лучшая клиника Москвы по ковиду. Угу. Кошмар. Да. Я зато только одно поняла, что чем бы я теперь не заболела, я ни за что не лягу в больницу, я лучше умру дома. Верно, верно. Только такой вывод и можно сделать. Причем, а тут же не видишь, родственникам же не позвонишь, не скажешь, что мне плохо. Ну, да. А родственникам говорили, здесь мои сестры с ума сходили, вообще ревели, плакали. Им же, им вообще сначала сказали, что, ну, я умерла, что можно приезжать за моим телом. Кошмар. Да. Вот. И они уже поехали за мной, не стали звонить, сказали, что перепутали, что я еще жива. И потом все это время, все два с половиной месяца говорили, что в тяжелом состоянии, в тяжелом состоянии, ничего больше. Они просили, чтобы их с врачом связали, там еще и с чем-то. И все время говорили, нет, в тяжелом состоянии, врач не может. Врач занят, в тяжелом состоянии. Все. Тебе очень повезло, что ты выжила. Что я оттуда выбралась. Что ты оттуда выбралась. И таких случаев очень много по всей России. Очень-очень много. То, о чем ты рассказываешь. У меня даже садисты настоящие. Верно, верно. Вот этот вот гад, которого я видела, вот этот врач, он, ему нравилось избивать. Он тебя руками избивал прямо? Да. Он, вот, опять, мне же никто не поверит все равно, поэтому смысла нету. Вот со мной рядом лежал Володя Волков. Там же девочки, мальчики, там пофигу, там лежат все, всех раздевают до гола, привязывают. Вот. И еще, типа, как это, как они называли это на своем языке, ушивали член. То есть, мужчину пришивали член к ноге. Что, что делали? Пришивали член к ноге. Офигеть, это как так? Я на таком не слышал? Да, чтобы, ну, чтобы котлетр не рвали. Ммм. И что с этим Володей? Ммм? Вот. А Володь, он такой, а дело в том, что я этого Володи знала когда-то раньше, ну, в обычной жизни. очень давно. Вот. Он, 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 он говорил, что, ну, типа, я, я, говорит, выжил, я отсюда выйду, говорит, я тебя придушу. Угу. Вот. Врачу это он говорил. Да. Я говорила Володке, что не надо, Володе, не надо, Володе, не надо. Он, типа, за меня заступался. Угу. Вот. И, а, это прям при мне было. То есть он, он меня ударил очень сильно. Володя что-то ему крикнул, еще я не помню уже что. Вот. И я не видела, как он его ударил. Я просто, я просто, ну, вот у него прям реально что-то хрустнуло. И, он подлетел, что-то, еще что-то сделало, короче, и начал звать Санитаров. И, типа, срочная, ну, срочная там, типа, помощь, какая-то, реанимация, еще что-то. И мы прям при мне стали делать операцию, Володя. Нас, нас никого, вообще не вывозили в реанимацию. Прямо там, ну, делали операцию на всех. Вот. И мы стали что-то делать, и потом просто констатировали, ну, сказали, что там, я даже помню, время, 10.35, он умер. Это было вот утром, 10.35, а 4 часа. Какого числа это произошло? А я не знаю число. Я знаю только время. Мы же там лежали, мы же не знали, сколько, ну, время, и то, и время, время мы тоже не знали. В реанимации всегда включен свет очень яркий. В реанимации никогда не выключают свет, никогда не спишь. Мы вообще никогда не спали. Мы спали там, ну, наверное, организм уставал, и мы просто в забытье впадали там по 20, по 30 минут. Мне так казалось. Потому что постоянно яркий свет, постоянно кто-то кричит, кто-то стонет. Там невозможно было поспать. И поскольку время, поскольку не гасили свет, не включали, постоянно яркий свет, окон нету, и мы не знали, сколько время. И о кое число тоже не знаем. Это все в 20-м году, да? Да. А как вас кормили? Я не знаю, как других кормили, но меня кормили, ну, засовывали трубку в рот и что-то наливали. Ну, в горло, например. И что-то наливали. Кошмар. А когда трубку засовывали, ее же засовывали через аппарат, там в аппарате была дырочка такая для трубки, для этой. В маске прям. Маску не снимали и засовывали эту трубку. И даже нельзя было сказать, что они горло все время обтирают. А потом, там же под этой маской кислород, он очень сушен. Я раньше этого не знала, когда под маску и он сушит до такой степени, что, ну, начинает из носа в горло кровь. Вот. И ты лежишь, тебе эту маску тоже приоткрывают, чтобы у тебя просто кровь, ну, лилась. И ничего, ничего не дают, ничем не лечат, но не помогают. То есть, болит и болит. Угу. И сказать ничего не можешь. Ну, ну, если мы боялись, а нам руки привязывали, если, допустим, руку отвязали там, да, я-то совсем не могла. Если кто-то там оттягивал маску и просил, типа, пожалуйста, помогите мне больно. Его просто били и опять привязывали руку. Кошмар. Да-да. Поэтому там трупов, знаешь, сколько было? Прямо, реально, каждый день трупы вывозили, да? Каждый день четыре часа собирали, и их, знаешь, как они особо не церемонились, они прямо в пакет бросали и по полу тащили эти пакеты. И в одну кучу сбрасывали. А потом приезжала такая большая тележка, они вот эту тележку прям все перемешали, так же их сбрасывали, эти голые трубы в пакеты и увозили. И поверь мне, знаешь, спустя месяц я уже начала завидовать этим трупом. Честно. Это Россия 21 век. там уже такая боль, что уже ничего не соображаешь, думаешь, господи, пожалуйста, 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 если я что-то не так сильно грешила, забери меня пораньше. Так что я точно псих теперь. Даже если не была. Ужас, что ты перенесла. Ужас. Так что мне когда говорят, еще многие до сих пор говорят, типа, да, ковида не было, все было придумано. Думаю, нет, ребята. ковид был. А ты думаешь, это был ковид? Не знаю. Я уверена, знаешь, в чем? Прямо абсолютно тоже. Я же даже не задыхалась, когда меня забрали и поставили маску, под маску. Я стала задыхаться, когда пролежала три дня под маской. А до этого мне сказали, что у тебя атака, тебе срочно нужен кислород. А у меня ничего не было, ни температуры, ничего. Как ты это назовешь одним словом? Карательная медицина? Не знаю. Зачем это? фашизм. Как? Как? Фашизм. Фашизм. Ну, над нами реально издевались, как в концлагерях. больницу больше не ногой. Нет, ты что, я знаешь, как тебе боюсь этого? Если в России заболевать, если ты в России заболел, сам виноват. не, к зубному можно ходить. И то я уже ушла умная. Я, короче, я же в Германии долго жила, да? И у меня уже привычка такая осталась, что каждые полгода нужно ходить к зубному. Вот. А у меня вот только после ковида один зуб прям настолько расшатался и сломался, что его просто вырвали. А все остальные зубы даже, ну, даже дырочки нет ни одной. Вот. И, короче, проходит полгода, и я иду к зубному, потому что, ну, просто потому что привыкла. Это так надо. Вот. Я пришла к зубному, а у меня смотрела, и говорит, так, у вас 9 зубов кариеса, нужно, значит, лечить там, 10-е нужно смотреть на удаление или нет. Ты знаешь, я на него смотрю и понимаю, что у меня ноги затрясли. Думаю, как так? Даже еще полгода не прошло, 5 месяцев, и у меня 9 дырок в зубах. Вот. Я такая думаю, что-то мне прям это не нравится. Я прям тут же от него, ну, из этого стоматологического пошла к другому врачу. Вот. Там люди, наверное, получше, почестнее, потому что мне сказали, что у меня только 4 дырки. Вот. Я пошла к третьему. Там мне сказали, что у меня сень. Угу. Я в конце концов домой позвонила подруге, у меня там знакомая своя есть, ну, стоматолог, стоматолог. Она как бы лечить не может, но вот может посмотреть. Я говорю, слушай, пускай мне посмотри, это хорошо. Я к ней пришла, она говорит, нет, все чистенько, ничего нет. Вообще ничего нет? Вообще ничего. Охренеть. Угу. Им бы не жалко было рассверлить мне 9 зубов. Ну да. Ну, лишь бы бабки, лишь бы бабки срубить. Ты представляешь? Ужас. Не жалко человеку сверлить хорошие зубы. Угу. Как так? Так что даже к зубному нужно ходить очень осторожно. Пойти сначала к своему зубному, чтобы он сказал, что у тебя там точно что-то есть. Тогда пойти к другому и сказать, что у меня только в этом зубике что-то есть. Я знаю. Угу. Не надо мне врать. Как-то так. Кошмар. Угу.